Всем привет! Патч 7.33 вышел, и конечно же наш канал просто не мог пройти мимо данного события и не поведать нашим любимым подписчикам обо всех изменениях, которые Valve сделали в этой игре. Именно поэтому присаживайтесь поудобнее, берите себе чего-нибудь вкусного, это экстренный выпуск Ковер Плюса, мы начинаем. Ну и конечно же, в честь выхода данного патча, в этом видеоролике будет спрятано еще больше промокодов, чем раньше. Поэтому внимательно смотрите ролик, чтобы отъедать промокоды самыми первыми. Желаю вам приятного просмотра, теперь уже точно начинаем. И начнем мы с глобального изменения карты. И первое нововведение это вот такие вот проходы на базу, как говорится, чисто для своих. Это означает, что вражеская команда не может зайти через эти входы на ваш хайграунд. Я думаю, сделано это для безопасного прохода в потайную лавку. Далее на очереди у нас вот такие вот кристаллы с виженом, захват которых дает вашей команде обзор, что в принципе неплохо, но захватить их, знаете ли, еще проще простого. Ну и собственно кроме обзора он больше ничего не дает, поэтому мы переходим к шрайнам. Из них выпадают так называемые лотусы, которые хилят вам хп и ману. Если вы собрали больше одного лотуса, вы получаете больше маны и хп, чем от лотуса первого левела, так сказать. Также в Valve добавили так называемые врата телепорта, которые позволяют вам телепортироваться на сайдлинии, что очень полезно для кэри. И что самое крутое, применяется этот телепорт довольно быстро. Следующая постройка Терзатель, который после того, как вы его сломали, дает герою, совершившему последнюю тычку, аганим Шард. Ломать его, как я понял, надо всей командой, так иначе он возвращает довольно приличный урон. Следующий на очереди Рошан. Ему сделали два новых Рошпита. Один так называемый за сторону Рейдиант, а другой за сторону Дайр. Перебирается он по ним в зависимости от времени суток. Если на дворе день, Рошан сидит в Рошпите Сил Света, а если ночь, в Рошпите Дайр. Логика проста. И возвращаясь к теме с порталами, именно через них Рошан перемещается по своим логовам. Выглядит это довольно забавно, но почему бы и нет. Я, кстати, когда об этом прочитал, подумал, что Рошан будет бегать через всю карту, и каким образом это будет происходить, мне было непонятно, но теперь вопросы как бы ушли. Также на новой карте теперь располагается большое количество нейтральных спотов, которые на мини-карте помечены белым цветом. Нейтральные крипы, кстати говоря, со временем теперь становятся более сильными. Поэтому даже в лейте они теперь не будут такой уж сладкой добычей. Интересный факт. Единственным неизменившимся куском карты является двойка, как со стороны Дайр, так и со стороны Рейдиан. Не отходя далеко от нейтральных мобов, стоит сказать, что с них теперь падают жетоны первого разряда, используя которые, вы сами можете выбрать нейтральный предмет, который подходит именно вашему герою. Таким образом, Valve, можно сказать, снизили часть рандомов геймплея и доты, за что им, как говорится, респект. С картой закончили, теперь давайте перейдем к механикам игры. Конечно, если бы я рассказывал вам о каждом герое или предмете, добавленном в игру, ролик бы затянулся на час, а мы же тут ради быстрой информации. Поэтому я подобрал для вас только самую важную инфу. Начнем мы с БКБ. Оно теперь не дает полную невосприимчивость к магии, и теперь наш любимый Блэйкинг Бар защищает нашего героя, так сказать, наполовину. А также дает невосприимчивость к чистому урону и к отражаемому урону. Плюс защищает владельца от отрицательных эффектов. Интересный факт, от лагуны Лины с чистым уроном новоиспеченная БКБ не защищает. Баг этой или фича предстоит узнать, но я лично думаю, что это все-таки баг. А мы переходим к рунам щита, которые дают нам так называемый щит, защищающий нашего героя наполовину нашего основного ХП. Иначе говоря, какому-нибудь пуджу с 6000 ХП данная руна даст еще 3000, из-за чего убить его будет почти нереально. Действует эта руна 75 секунд, что как бы немало. Далее у нас идет измененная сетка героев. Теперь, как вы можете заметить, появились так называемые универсальные герои. И вы вполне логично можете спросить, чем же универсальные герои отличаются от, так сказать, неуниверсальных. А я вам отвечу. Игроки на данных героях теперь могут вообще не париться насчет айтемов на статы, ибо абсолютно все статы теперь дают им урон. Это и делает их, по мнению Valve, универсальными. Например, вот, я перекладываю вещи на разные статы, и, как вы видите, урон все равно меняется. Ну и раз уж мы заговорили о статах, теперь смотреть характеристики героев стало еще проще. Обратите внимание на вот эту перчатку. Она отображает скорость атаки героя. А вот этот вот значок, похожий на какой-то кружочек в кружочке, отображает защиту от магии, что как бы удобно. Также статы героя переехали в нижнюю часть портрета. А также теперь у каждой способности написано, сколько маны и хп она затрачивает. Причем происходит это в случае, например, с фениксом в процентах, что удобно. И, как говорится, спасибо Valve за это. Также обращу ваше внимание на вот такую вот полоску над вашим хп. Данная полоска показывает состояние щита. Вот, например, щит Абаддона или щит от Пайпа. Как видите, количество впитываемого урона постепенно уменьшается. Теперь вы можете с уверенностью зарегать каточку в ММ, и быть уверены, что вы знакомы со всеми основными механиками, добавленными в Valve. Но если вы хотите узнать немного больше, давайте я расскажу вам о новых нейтралках, а также о том, какие шмотки подверглись изменениям. Перечитать все минорные обновления я не буду, расскажу только об основных. Расходники теперь в ограниченном количестве. Вначале вы можете купить максимум 4 фласки, 4 манго и 4 кларити. А у тангусов можно купить аж 8 пачек, или же 24 штуки. Пополняются запасы каждые 2 минуты. Да-да-да, больше не будет халявной экспы, но вместе с халявной экспой уйдут разговоры о том, кому не стоило брать книгу, а кому стоило. Не знаю как вас, а меня эти разговоры очень сильно бесили. Сабля теперь не бесполезный предмет, как это было раньше. Дело в том, что теперь вы можете прокачать саблю в гарпун, и хукать героев на довольно приличное расстояние. Стоит это удовольствие 4 500, что в принципе не так уж и дорого, если конечно ваш герой нуждается в сабле. В таком случае вы, можно сказать, доплачиваете 2000 и получаете довольно крутой апгрейд мидгейм шмотки. Не оставили без внимания и диффузан. Они теперь тоже грейдятся в лейт айтем. Называется он дисперсер. Данный айтем за свои 5700 добавляет функцию развеивания, благодаря которой вы можете не только замедлять врагов, но еще и развеивать союзников отрицательные эффекты. Развеивания, кстати говоря, нормальные. Ну и приятным бонусом является ускорение союзника на 100%, чтобы он уж точно ушел из лап противников. Корнокопия. Этакий аналог персика, который дает плюс 5 восстановлению здоровья, плюс 5 восстановлению маны и 7 урона. Было бы логично, если бы Valve решили заменить ей персик, однако старое кольцо все еще в игре. Ну и последняя шмотка Павайс. Стоит недорого, а дает щит на союзника, который поглощает до 300 единиц физического урона. Звучит круто, но будет ли это использоваться в обычных играх на самом деле? Вопрос. Ну и давайте быстренько пробежимся по нейтральным предметам. Перчатка дуэлианта. Дает 10 урона, плюс 15 скорости атаки, если в радиусе 900, есть вражеский герой. Ну и, конечно, чтобы данная механика работала, необходимо видеть противника. Искра мужества. Также плюс 10 к урону, когда владелец имеет больше половины здоровья. И плюс 5 к броне, когда у него меньше половины хп. Гассимир Кейп. 20 к скорости передвижения и 100% увороты раз в 5 секунд. Выглядит круто, особенно на иллюзионистов, например, наг. Третий тир. Дефент Шелл. Плюс 5 к кармору, плюс 7 ко всем атрибутам. И пассивная способность атаковать цель, которая атакует вас в радиусе атаки. Звучит запутанно, но на практике гораздо проще. Выглядит, конечно, странновато. Виндикатор с Акс. Реальная имба патча. 25 скорости атаки, плюс 30 к урону, если владелец под безмолвием. И плюс 15 к броне, если он оглушен. Выглядит так, как будто теперь какого-нибудь антимага с 6 слотами зафокусить и убить будет вообще невозможно. Донделеон Амулет. Каждые 12 секунд блокирует 300 магического урона. Однако не прокает, если полученный урон меньше 75. Также дает доп. 25 скорости передвижения и дополнительные 300 маны. Ну и последняя шмотка это Мартир Плейт. 20% сопротивлению магии, а также новая механика, позволяющая перенаправлять 20% урона союзников себе. Выглядит круто, особенно на разных танках, а также супер круто на бадоне. На этом все. Надеюсь, мне удалось в понятной, что самое главное, быстрой форме изложить вам всю основную информацию о новом патче. И вы прямо сейчас можете с уверенностью зайти в доту и теперь уже, зная обо всех механиках, зарегать пару каток в ММ. Если вы считаете, что это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вводите мой промокод при регистрации на сайте Овер Плюса. Получайте халявные 14 дней подписки и 30% на первую покупку. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok